Принесла ли модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов ожидаемый эффект? И сколько будет стоить наш джили на внутреннем рынке? Ответы на эти и многие другие вопросы сегодня озвучило правительство в стенах парламента. Так, только в деревообработке внешнеэкономическая сальда за пять лет увеличилась в два с половиной раза. Заработали 800 миллионов долларов. Существенного прироста ждем и в следующем году, в первую очередь за счет ввода новых предприятий, например, Белджи. Также свое слово в производствах завтрашнего дня должны сказать ученые. Ставка на инновации интеллект. Сегодня правительство готово поддержать рублем наших флагманов массой БМЗ. Речь идет о реструктуризации долгов, но с обязательным погашением взятых ранее банковских кредитов. Подробнее о темах из овального зала наш корреспондент Светлана Лукинюк. Еще до начала заседания депутаты обсуждают вопросы к вице-премьеру в кулуарах. Экономика к концу года набрала обороты, но нерешенные проблемы все же есть. Полтора часа на трибуне овального зала. Половина времени на основной доклад, а половина ответы на вопросы от депутатов и сенаторов. Развернута порой даже эмоциональная вице-премьер Симашко сегодня здесь говорил о спросе на электробусы, ценах на белорусские джили и модернизации нашей нефтянки. Объемы до 12 миллионов тонн в год и глубину переработки до 90 процентов Симашко называет высшим пилотажем. Мозырские нефтеперерабатывающие на такие мощности выйдут к середине 19-го. Нафтан через год в 20-м. Вице-премьер говорит, жаль не сейчас прибыль была покуда более ощутимей. Достаточно иметь чистую прибыль 30-35 долларов на тонне. Здесь плюсом может прийти 60-70 долларов на тонне. Уже со следующего года Беларусь планирует не покупать электроэнергию у России. Будет обходиться собственной. Открытыми остаются сегодня вопросы только по газу. Точнее по цене через 3-7 лет. И выйдем ли на единый рынок 2025-му. Позиция Беларуси стоимость голубого топлива для нас должна быть на уровне Смоленской области. Сейчас она вдвое выше. Отсюда и неравная конкуренция производителей. 45 процентов на энергетику уходится. У него все без стоимости. А у него тоже 11-3 было. Как ему конкурировать с своими российскими конкурентами, украинскими, где в разы ниже тариф. На промышленность у Беларуси большие планы. В этом году по отрасли плюс 6 процентов. В следующем вклад в копилку ждут и от Белджи. 25 тысяч авто в год. Через три года уже 60 тысяч. Но депутатов волнуют больше цены. По карману ли они белорусам? На белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию продаж. Для этого будут задействованы лизинговые компании. Для этого будут задействованы банки. И самое главное, будет предоставлена субсидия для покупателя автомобилей. Такое распоряжение президента уже подготовлено. Но для народного авто, отмечают депутаты, все же дороговат паркетник от 17,5 тысяч долларов. Выпустит ли Белджи что-нибудь подешевле, журналисты спросили у вице-премьера. От 9,5 до 11,5 будет небольшая машина с двигателем 1,6. Но это не паркетник, это обычная машина. Она наша первая опытная партия. Мы должны собрать ее, сделать в феврале месяце. Транспорт будущего, так говорит вице-премьер, об электробусах. Сейчас по Минску колесят 20 машин. В следующем году добавят еще 60. Есть заказы из России и дальнего зарубежья. От нашей Академии наук ждут разработок в следующем году и по электроконденсаторам, сердцу авто на зарядке. Выживать и конкурировать в будущем только интеллектом, так считает вице-премьер. Светлогорский ЦКК, он делает сегодня, целлюлозу там какую-то делает, но вопрос в том, что 2000 человек производят продукт на 40 миллионов долларов в этом году. На 40 миллионов долларов произведет. А с пуском нового производства, да, мы в него миллиард почти вложим, он будет делать 400-500 миллионов. Те же 2000, я сказал, ни одного человека лишнего не брать. Депутаты такие подходы поддерживают, но больше спрашивают о проблемах дня сегодняшнего и, конечно, путях их решения. Какие наиболее перспективные направления развития промышленности нуждаются в первоочередной мере в государственной поддержке сегодня? Сегодня заказов больше, чем мы можем исполнить. Я упоминал и МАЗ, и БМЗ, заказов больше. Проблема в оборотном капитале. Брать дальше в кредиты лезть, даже при этой ставке, это не всегда выгодно. Сегодня правительство готово поддержать рублем наших флагманов – МАЗ и БМЗ. Речь идет о реструктуризации долгов, но с обязательным погашением взятых ранее банковских кредитов. Сегодня эти темы звучали под занавес осенней сессии Палаты представителей. За три месяца депутаты приняли здесь 60 проектов законов. А Совет Республики сегодня перед закрытием голосовал за доходы и расходы госказны, а также в небюджетный фонд социальной защиты, откуда платят пенсии и пособия. В следующем году большая работа предстоит и над корректировкой налогового кодекса. Светлана Лукинюк, Андрей Христин, Агентство Целиновостей.